Визуальный мир сплошная иллюзия Реальность по ту сторону экрана видится нам намного ярче и краше той, в которой мы живем на самом деле Виртуальная трава зеленее, цифровые красавицы миловидней Однако стоит помнить, что все это лишь иллюзия Иначе последствия такой доверчивости могут быть страшнее любых ночных кошмаров Человек, веривший свой разум виртуальному измерению, рискует пошатнуться рассудком Ведь мир в мониторе на самом деле просто кишит оборотнями, монстрами, кровожадными инопланетянами Отвратительными болезнями и прочими ужасными проявлениями Для неподготовленного ума виртуальный мир – настоящее преисподнение Мы представляем вам самые мрачные проявления компьютерной вселенной Мы расскажем обо всем самом враждебном человеку, что встречается по ту сторону экрана В эфире страшно интересная десятка самых кровавых битв Второй мировой войны по ту сторону экрана В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно Вторая мировая война принесла массу разрушений, горя, страданий и смерти Сегодня мы покажем вам 10 самых эпохальных и кровопролитных боев Самого страшного за всю историю мирового конфликта Миллионы погибших солдат, десятки тысяч сгоревших танков, тысячи сбитых самолетов От масштаба ужасов, происходящих на поле брани, стают дыбом волосы На войне людские судьбы переплетаются самым причудливым образом Три разных человека, трое солдат с непохожими характерами и биографией Они стали одним из самых спаянных боевых отрядов того времени На военной базе, расположенной в Ливии, штурмовика Росса, снайпера Блэкбула и разведчика Таггерта Свело командование, чтобы поручить им ответственную миссию Им надлежало остановить разработку фашистского ядерного оружия Дорога предстояла долгая и опасная Из Северной Африки необходимо было добраться до самого Берлина, чтобы не допустить запуска ракет Фау-2 Буквально с самого начала операция превратилась в мясорубку На ливийскую базу союзников обрушилась и яростная атака фашистских войск Бесчисленные волны пехоты накатывали на укрепление союзных войск Не позволяя тройке покинуть территорию и приступить к выполнению задания Бывало даже невозможно вырваться за пределы городка Так как в небе кружились сотни истребителей и бомбардировщиков Только благодаря слаженной работе в команде Рос, Блэкбул и Таггерт пережили первый этап миссии На пути их ждали Снежные Альпы и непокорный Берлин Лихое начало диверсионной операции из Hour of Victory На веки сплотившей трех товарищей открывает наш хит-парад Бороздить темноту морских глубин Ждать и напряженно вслушиваться в каждый звук Засечь цель, показаться на поверхности, поразить и снова уйти на дно Такова тактика самых опасных хищников океана Нацистских подводных лодок Этих субмарин боялись похлеще, чем черта Ведь шансов уйти от них было гораздо меньше, чем от голодной акулы Ни одно одиночное судно, ни единый грузовой караван, охраняемый военными кораблями Не был застрахован от атак из глубин Под командованием беспощадных капитанов Эти подлодки легко вспарывали морскую гладь И открывали торпедный огонь по судам, сея панику и смерть Так, в частности, контролировалась вся акватория Атлантики Транспорт союзников подвергался безжалостным атакам немецких агрессоров И спасти его могло только чудо и глубинные бомбы Сбрасываемые из кораблей противолодочной обороны Но и от них талантливые командиры сплоченных немецких команд С легкостью уводили свои зубастые наутилусы Пожалуй, единственным местом, где были уязвимы эти рукотворные монстры Являлись порты, в которых лодки стояли на приколе Однако их можно было атаковать только авиацией Что для союзных войск делом было довольно трудно Непрерывная жестокая морская охота немецких подводных лодок Из серии Silent Hunter Зорко смотрит в перископы с девятой позиции нашего списка Операция «Хаски» с самого начала пошла не так, как была запланирована 144 транспортных самолета, несущих в своем брюхе несколько тысяч американских десантников К берегам Сицилии попали под дружественный огонь Королевского флота Британские корабельные орудия устроили в небе настоящую вакханалию Перемаловшую 33 союзнических самолета с полутысячи солдат на борту Вражеские истребители добавили жару Буквально разрубая пополам корпуса воздушных лодок С-47 крупнокалиберными очередями Большая часть группировки союзников, неся значительные потери, все-таки смогла закрепиться на земле Но, как оказалось, только лишь для того, чтобы попасть под шквальный огонь многотысячной итальяно-немецкой армии Американская и британская армии, преодолевая мощнейшее сопротивление, все-таки сумели захватить столицу, город Палермо После чего судьба Сицилии была решена Это первая победа в войск союзников, за которую пришлось заплатить нечеловечески высокую цену Она приносит операции «Хаски» из Medal of Honor Airborne восьмую позицию хит-парада самых кровавых боев Второй мировой Прервемся на пару минут, чтобы перевести дух от увиденного После короткой паузы мы вместе прогуляемся по шоссе Ада Это страшно интересная десятка самых кровопролитных боев Второй мировой по ту сторону экрана Оставайтесь с нами Мы продолжаем знакомить вас с самыми кровопролитными сражениями Второй мировой На цифровом поле боя нет места справедливости и гуманизму Есть только страшные реалии войны 17 сентября 1944 года небо над Голландией за считанные минуты потемнело 35 тысяч парашютов образовали черную тучу, скрывшую солнце Началось самое масштабное десантирование в истории Операция под названием Market Garden Перед войсками союзников была поставлена задача захватить транспортный коридор на голландской земле Американские и британские солдаты наивно мечтали Как будут справлять Рождество дома после победоносного окончания войны в декабре Но германская группировка в два раза меньше численности поставила крест на планах союзников Две танковые армии превратили легкую прогулку нападавших в кромешный ад Тяжелые снаряды не оставляли ничего кроме глубоких воронок Укрепленные блиндажи превращались в груду камней и песка Оторванные руки, ноги и головы разлетались в разные стороны Эту ужасную картину нарисовал художник войны Дорога, которая должна была стать ковровой дорожкой для победителей Превратилась для союзников в дорогу смерти Которую сами солдаты назвали шоссе ада Проваленная союзниками операция Market Garden из Brothers in Arms Health Highway Отметившаяся крупнейшим в истории десантированием Седьмая по значимости и кровавости битва Второй мировой Битва гигантов Так без преувеличения можно назвать сражение у атолла Midway Четыре тяжелых авианосца с японской стороны и три с американской Словно плавучие крепости они начали свой крестовый поход Как осы из гнезда, сотни юрких самолетиков взлетали с их палуб Чтобы беспощадно сжали тех, кто посмел посягнуть на жизнь матки Вода и небо превратились в поле брани Палубная артиллерия затянула свою песнь смерти Каждый выстрел тяжелых пушек уносил по несколько десятков жизней на борту Вражеского судна Бомбардировщики буквально сыпались в море от шквала залпов зенитных орудий Авиация отвечала тем же Торпеды и бомбы, сброшенные с воздуха Оставляли несовместимые с жизнью кораблей раны-пробоины Обрекая их вместе с тысячами матросов на гибель Подводные лодки, словно ядовитые змеи, незаметно подползали к своим жертвам И одним смертельным укусом, торпедным ударом убивали их Казалось, в этом пекле не останется ни одной живой души Но все-таки американская армия сумела выйти победителем Лишив японский флот какой-либо наступательной мощи Битва у Мидуэй из Battle Stations за свое назначение Масштабность и количество жертв встает на шестую ступеньку сегодняшнего списка Историки до сих пор спорят о том Какие цели ставил Гитлер перед Люфтваффе Отдав приказ о начале бомбардировки Великобритании Одни считают, что таким образом немецкая армия пыталась деморализовать население И принудить Великобританию к заключению мира Другие склонны думать, что это была своего рода подготовка к полномасштабному морскому сражению В любом случае, с июля по декабрь 1940 года Королевским воздушным силам и флоту Пришлось познакомиться с самыми мощными военно-воздушными силами того времени Первый удар немецкой армады пришелся на корабли, патрулирующие пролив Которые под градом авиабомб, словно хрупкие фанерные корабли За считанные минуты ушли на дно Британские ВВС изо всех сил пытались дать достойный отпор Юрки и Спитфайеры устраивали смертельные воздушные дуэли С неуступающими по скорости и маневренности мессершмиттами А харрикены выходили на охоту на Хенкеля и Юнкерсов, напечканных бомбами Англии удалось выстоять Полгода инициатива, как на качелях, переходила то к одной стороне, то к другой Пока, наконец, в декабре, королевские воздушные силы При поддержке флота не отбросили люфтваффе от своей границы Крупнейшее авиационное сражение Второй мировой Перемаловшее более четырех тысяч самолетов По праву становится пятым В перечне самых кровопролитных боев Второй мировой войны в виртуальном мире Утром 6 июня 44-го года Наконец-то случилось то, что требовал Сталин от Рузвельта и Черчилля еще на Тегеранской конференции 130 тысяч американских, британских и канадских солдат Высадились на французском побережье Нормандии И вступили в бой с немецким соединением Десант союзников стал легкой мишенью для обороняющихся фашистов Из отлично защищенных укреплений На нападавших буквально палился огненно-свинцовый дождь Неся невиданные потери Армия союзников, благодаря значительному численному преимуществу Все-таки захватила позиции Пошла в наступление, но запнулась о еще более упорное сопротивление на городских улицах Выскакивающие то здесь, то там из домов танки Артиллерия, оставляющая после пальбы только ошметки плоти и обломки и воронки Пулеметные расчеты и своих укрытий поливающие позиции североамериканцев и англичан Несмотря на все это, бравые пехотинцы, прикрываемые артиллерией и авиацией Стиснув зубы, продвигались вперед Западный фронт был открыт, а значит фашистская Германия обречена Высадка в Нормандии, показанная в Company of Heroes Стала одной из самых кровопролитных битв, развязанной Гитлером войны Четвертое место После рекламы мы представим вам трех чемпионов по количеству унесенных жизней Среди самых масштабных битв Второй мировой войны по ту сторону экрана Не переключайтесь Вторая мировая война стала крупнейшей и кровопролитнейшей войной в истории человечества Она унесла жизни более 50 миллионов человек Но среди множества битв были и такие, которые стали переломными Поражающими воображением масштабами и количеством жертв Прямо сейчас мы расскажем о трех самых кровопролитных боях этого конфликта После того великого сражения слово Сталинград стало для Гитлера самым ненавистным Ведь именно после победы Красной Армии под Сталинградом начался обратный отсчет до момента гибели Третьего Рейха Миллионная группировка при поддержке огромного количества бронетехники и авиации С относительной легкостью преодолела первые рубежи обороны города на Волге Массированная бомбардировка превратила Сталинград в кладбище руин Советские солдаты героически приняли удар Осознание того, что в случае поражения враг выйдет на Кавказ и решит исход войны А также страшный приказ номер 227 «Ни шагу назад» заставлял солдат стоять насмерть, биться до последнего Сражение в городе было жестким и отчаянным За каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал, лестничный проход шла борьба Несмотря на огромные потери, город удалось спасти Группировка гитлеровцев была измотана и не смогла противостоять постоянно обновляющимся силам противника Сталинградская битва, ставшая переломным моментом в войне, является одним из важнейших событий Второй мировой Ее результат – более двух миллионов убитых Он помог ИГЭ «Кулу» в «Дьюти-2» открыть тройку самых страшных сражений Второй мировой войны В летние дни 43-го года Курской земле суждено было войти в историю На относительно небольшой площади насмерть сожлись две огромные группировки советских и фашистских войск Танки вышли на позицию «Вражеская войска» Почти три тысячи немецких танков и самоходных установок Более трех с половиной тысяч единиц советских машин превратили этот клочок земли в нечто похожее на лунный пейзаж То, что происходило на поле боя, напоминало страшный суд Вспышки залпов превращали ночь в день Шесть тысяч самолетов словно коршуны пикировали на землю, чтобы оросить многострадальную землю миллиардами осколков Обе армии стояли насмерть, не жалея ни себя, ни противника Бедная курская земля стонала Вспаханная гусеницами, изрытая снарядами, окропленная кровью сотен тысяч погибших Величайшее в истории танковое сражение, представленное в игре «Великие битвы Курская дуга» Становится вице-чемпионом поединка самых кровопролитных боев второй мировой в виртуальном мире Какое же сражение оказалось наиболее драматичным и трагичным? Давайте сначала еще раз вернемся к тем ужасам, которые пришлось пережить участникам предыдущих девяти сражений Открывает десятку операция по обезвреживанию немецкой ядерной бомбы Порученной слаженной диверсионной команде Росса, Блэкбулла и Таггерта из Ауров Виктори Жаркие подводные сражения и Сайлент Хантер располагаются на девятом месте На восьмой строчке первая победа союзников на Сицилии из Medal of Honor Airborne За которую пришлось заплатить нечеловеческую цену Крупнейшее в истории воздушное десантирование операция Market Garden из Brothers in Arms Health Highway Прошагала по дороге смерти на седьмое место Шестой стала легендарная победа американской флотилии у атолла Midway из Battle Stations Ознаменовавшая закат императорского флота Японии Битва за Британию из игры «Битва за Британию-2» Ставшая крупнейшим авиационным сражением Второй мировой Становится пятой в нашем хит-параде На четвертой позиции долгожданная, но плохо спланированная Унесшая огромное количество жизней высадка в Нормандии из Company of Heroes Тройку заслуженно открывает Великая Сталинградская битва из Call of Duty 2 Ставшая переломным моментом Великой Отечественной и всей Второй мировой Вице-чемпионом на сегодня становится абсолютный чемпион По количеству участвующей бронетехники «Курская битва» из игры «Великие битвы Курская дуга» А теперь узрите победителя нашего хит-парада Весной 45-го, после почти четырех лет ужасов самой страшной за всю историю человечества войны Советский Союз вздохнул с облегчением Красная армия вплотную подошла к Берлину Осталось сделать маленький шаг, чтобы поставить точку кровопролития Но, как пелось в известной песне, последний бой он трудный самый Немецкое командование бросило на защиту столицы Германии Все имеющиеся в распоряжении войска и бронетехнику Берлин, в течение нескольких месяцев превратившийся в неприступный форт Сдерживал разрушительную мощь атакующей армии Противник, как загнанный в угол зверь, которому нечего терять Буквально обезумел, выплескивая свою ярость на головы нападающих бойцов Квартал за кварталом, советские войска прогрызали оборону врага Тысячу солдат полегли на улицах столицы, пытаясь как можно скорее дойти до Рейхстага Площадь перед зданием парламента была буквально залита кровью и усыпана трупами бойцов И вот, 1 мая, Берест, Егоров и Кантария водрузили красное знамя на крышу здания Оплота нацистского государства Знамя, которое стало символом захвата Берлина и окончания Великой Отечественной войны Победная для советской армии битва за Берлин из Call of Duty По достоинству становится победителем хит-парада самых кровопролитных боев Второй мировой войны в игровой вселенной виртуального мира Только что вы увидели 10 самых кровопролитных боев Второй мировой войны по ту сторону экрана Столько мук и страданий, сколько принесла она, человечество не испытывало никогда в своей истории И слава богу, что война закончилась победой союзников Но в виртуальном мире ужасы и кошмары неистребимы И спорить с этим бесполезно Если вы с этим не согласны, смотрите следующие выпуски нашей программы Уверяем вас, вам будет страшно и интересно